Назван максимально допустимый возраст автомобиля с пробегом, при котором его можно покупать. Таких надежных машин, как были раньше, уже не делали. Машины до 2010 года, они были как бы из той эпохи, когда хотели делать надежные автомобили. Очень много претензий к машинам современных, которые меняются не запчасти, а крупноузловыми сборками. И понятно, что именно в эти машины вложены все маркетологические исследования, чтобы они ломались. Переживет ли ваш автомобиль вас? Вообще все, достанется ли он внукам? Время перемен, новую реальность. И может быть вас самих, нас с вами, вернее, всех вместе взятых. Если за ним правильно ухаживать. Если его правильно выбрать. В хорошем смысле переживет, то есть будет жить очень-очень-очень долго. И мы тоже соответственно. Значит, ответ на этот вопрос у нас есть. Назван максимально допустимый возраст автомобиля с пробегом, при котором его можно покупать. Ну, потом тоже можете покупать, конечно, но этого уже нет. Эксперт уже не советует. На самом деле, ответ очень простой. Любой автомобиль может быть, бывает, так сказать, в хорошем состоянии по истечении большого срока жизни. Давайте поподробнее, пожалуйста. В «Вечерней Москве» об этом рассказал заместитель главного редактора издательского дома за рулем Никита Гудков. Действительно, его ответ начинается со слов. Все зависит от состояния машины. И 30-летний автомобиль в состоянии нового, при том, что его используют нормальным образом, потом прослужит вам еще следующие 30 лет. Давайте об этом порассуждаем, потому что на самом деле здесь, так сказать, просто информационный повод и зацепиться на него как повод для разговора. Нет, это наше реалие, потому что у огромного количества россиян сейчас появилось ощущение, что вот у них есть этот автомобиль, и другого, видимо, долго еще не будет. Долго еще не будет. А поговорим мы с Севой Кущинским, автоэкспертом. Сева, здравствуйте. 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 Ну, вот первый тезис, знаете, такой вот. Я владелец старого, всегда, вот последние мои четыре машины всегда были СБУшные, всегда были старые. Вот. Вопрос. Уважаемые. Да, уважаемые. И у меня такое сложилось ощущение, что вот старые машины, вот старые автомобили, они ремонтопригодны. Ну, то есть я вот это все, свой старый Мерседес, свою нынешнюю старую Митсубиси, я вожу, ее чинят, чинят и чинят. Если есть нормальное обслуживание, то, казалось бы, еще жить-то жить. Их способны починить. А вот то, что говорят про новые автомобили, это то, что они специально так сделаны, что откатав свой гарантийный срок, они начинают сыпаться, и там дальше вот эти ролики. Запланированное старение. Мерседес за 250 тысяч, и вот почему он стоит так дешево. Вот, а ваши отношения вообще, вот, или это все, знаете, такие досужие разговоры, надо покупать машину современную и, так сказать, не морочить себе и окружающим голову. Пожалуйста. Конечно, лучше покупать машину современную, потому что машина очень быстро совершенствуется, и в том числе и быстро, поэтому морально устаревает. Какие-то системы активные, пассивные безопасности, удобство для водителя, это в том числе такая вторичная история безопасности. Если вам неудобно в машине, значит, это менее безопасно, вы больше устаете, отвлекаетесь на какие-то неудобства. Поэтому, конечно, машина должна быть современной. Но, конечно, надо справедливости ради отметить, что есть такое мнение, и я, в общем, согласен, что таких надежных машин, как были раньше, уже не делают. В моем личном пользовании Toyota Prado Cruiser 2006 года, и я очень надеюсь, а мои люди, которые занимаются ремонтом, мои ремонтики, говорят, что на этой машине еще будут ездить мои внуки. Мне очень нравится такая история, потому что экономия большая. Но, конечно, я понимаю, что даже этот автомобиль-внедорожник морально устарел, но при том, что он сделан надежно, на раме и прочее. Даже его можно где-то там подгнивать, но в целом эта машина очень надежная, и она проходит уже долго. Конечно, многое зависит от того, как ты ее эксплуатируешь. Ну, смотрите, давайте все-таки здесь остановимся на этом поподробнее, потому что у нас сейчас возобновили после приостановки Ладу Гранта за 600 тысяч рублей примерно, если я не ошибаюсь. То есть она вообще пустая без всего, то есть никаких опций современных, так называемых. И у нас вообще сейчас такая ситуация для, так сказать, простого человека, что уже пофиг на эти опции, уже не до этого. Потому что если человек и будет менять свою машину, то тоже на такую же примерно вторичку. И здесь сейчас, пока не в мере временно, у нас ситуация, когда нам ресурс важнее всего остального. Да, если говорить о ресурсе, вот вы сказали, автомобили там до определенного года, выпускавшиеся, могут обладать таким ресурсом, еще внуки будут ездить. Это примерно какие годы, по вашей оценке? Оценивать, потому что я слышал раньше версию, все, что до 2000 года, там кто-то потом стал говорить до 2010, а вот потом уже все. А также есть мнение, что современные какие-то простые версии китайских и корейских автомобилей, они сейчас такие же простые, как вот были европейские и японские автомобили там 15 лет назад. И, следовательно, есть надежда, что такие же надежные и в долгосрочном обслуживании. Пожалуйста. Где-то машины до 2010 года, они были вот как бы из той еще эпохи, когда хотели делать надежные автомобили. И так маркетинг был развит, чтобы машины устаревали запрограммированно, чтобы через каждые 5 лет меняли машину, потому что она и морально устарела и уже ломается. Вот мой право 2006 года. То, что китайские автомобили стали уже довольно приличного качества, это действительно так. И вопрос не только в простоте конструкции и обслуживания, хотя от этого тоже зависит, и ремонтоприкотность. А в том, что просто они стали делать хорошие автомобили. Другое дело, что нет большой выборки еще по надежности на каком-то длительном промежутке времени. То, что дорогие машины, которые, сказали, там, большая немецкая тройка, как раз-таки очень много претензий к машинам современным, которые там меняются не запчасти, а крупноузловыми сборками. У вас сломался какой-то переключатель, условно говоря, да, вам нужно заменить весь электронный блок. И это тоже такое случается. И понятно, что именно в эти машины вложены все маркетологические исследования, чтобы они ломались, они, не знаю, ржавели. И потом, собственно, вы не забывайте о том, что сейчас вопрос не в надежности, в том, чтобы вам было хорошо, а в экономии, чтобы машина была доступна более-менее. А значит, нужно экономить на каком-то металле, нужно экономить на каких-то технологиях. Одни технологии действительно развиваются, какие-то безопасности, без чего уже просто невозможно представить себе современный автомобиль. Но экономить на чем-то же нужно, поэтому какие-то производители экономят на железе. Поэтому если наши машины-автоваз, с которыми мы родились, не до сих пор бегают, может, немножко ржавеют, а современные машины могут уже через три года покрыться ржавчиной, и, к сожалению, наши советские автопромы у вас. Машины говорят, что слышен шум, как они гниют, когда они стоят в автосалоне. И эта шутка, конечно, очень горькая. Но это еще с советских времен люди решали там какой-то тройной оцинковкой днища и всего остального. Это сейчас все еще является способом продлить жизнь старикам. Нет, не старикам, а вот эти новые машины, которые там гниют уже через год-два. Можно ли... То есть вернется к нам вот этот вот антикор, который надо обязательно сделать, когда ты выехал из анти... Подкрылки, антикор, вот это все. И работает ли он настолько, что можно ездить долго на этом автомобиле? Что это уже миф, и мне хочется верить, что мы к этому не вернемся, потому что точно так же мы можем пересесть на какую-нибудь арбу и ездить на лошадях и на телегах. Заниматься сейчас тем, чтобы покупать новые автомобили. И его еще антикорик, и вот заниматься все, чем мы занимались там 20 лет назад, ну мне кажется, жизнь шума. Ну делают же люди шумку, ставят туда что-то... Ну ладно, бог с ним. Смотрите, ну вот такой момент, я вот все-таки действительно не зря покупаю старые машины, не только потому, что я жадный, а еще и потому, что мне действительно как-то они кажутся чисто морально надежнее. И там есть железо, которое не гниет, что очень важно. Есть железо, которое даже вот она уже видна, это ржавчина, но она не меняется все те годы, которые у меня машина в пользовании. Но вот сейчас современные автомобили, вы знаете, я привяжусь к слову, морально устаревают, ведь все эти прогрессы в машинах, он ведь в основном... Вышел новый рестайлинг, поменяли оптику, изменили расчетку радиатора, поменяли лампочки, то, сё. Но это все такая ерунда, которая вот не позволяет потом пользоваться старыми запчастями, условно говоря, но не ведет к совершенствованию автомобиля. Это раз, а во-вторых, вот эти все эти коробки-роботы, коробки-автоматы-роботы, как они там правильно называются, тоже, вот, казалось бы, хорошая машина, но в ней этот робот, а у него гарантия 75 тысяч. А это означает, что, ну, даже если все остальное будет работать, ну, это сломается. Это расходник. Это расходник, и машина, по цене новой машины, будем ее чинить там через сколько? Через три года. Мягко говоря, безобразие. Никакой, это не расходник коробка, это большой агрегат и один из основных узлов автомобиля. То, что есть нарекания на роботизированной коробке переключения передач, да, действительно, это не самая надежная конструкция. Старый добрый гидротрансформатор, если уж не говорить о механике, то гидротрансформаторная коробка автоматическая, она надежная. И, ну, действительно, есть вещи, которые придуманы на века, и когда мы пытаемся что-то улучшить, но не всегда это получается хорошо. Поэтому робот, конечно, экономичный, переключается, может быть, он там обучаемый, но с надежностью не все хорошо, хотя тоже сейчас все это совершенствуется и улучшается. И я не соглашусь с вами, что все автомобили морально устаревают только по тому показателю, что не тот рестайлинг или не та модель. Нет, на самом деле, активные системы безопасности, пассивные системы безопасности, обогревы... Ну что, у нас вышло время, друзья, но мы расставили все точки на АТИ. Спасибо за это Севе Кущинскому, автоэксперту. Решать вам, друзья. Спасибо.